В этом небольшом видео мы изучим новый интерфейс Asset Store Unity, который появился примерно в конце 2017 года. И, пользуясь случаем, подберем для себя готовую 3D-локацию из тех ассетов, которые нам предоставляет Asset Store. Это особенно интересно должно быть тем, кто не хочет создавать свою 3D-локацию, а хочет быстро собрать небольшую игру и получить небольшой прототип. Итак, перейдем к сайту Unity. Напомню, что на сайте Unity в Asset Store мы попадаем с помощью пункта Asset Store. Заходим туда. У нас начинает грузиться старая версия, а затем открывается уже новая версия интерфейса. И новая версия интерфейса отличается тем, что мы можем вводить в поле поиска прямо здесь то, что мы хотим по ключевому слову. Например, если мы хотим Terrain, то мы так и вводим Terrain, и у нас уже появляются небольшие подсказки. И даже, возможно, что-то нас может сразу здесь заинтересовать. Но сейчас мы поиском пользоваться не будем. Единственное, что я скажу, что здесь поиск только на английском языке, по-русски даже не пробуйте. А мы используем главное меню, в котором отсортированы все ассеты по каким-то категориям. И в данном случае мы работаем с 3D-локацией и хотим, например, какую-то локацию, которая будет фактически нашей сценой. Это мы можем найти в разделе Environment, Окружение. И, к примеру, я хочу какое-то, ну, к примеру, фантастическое окружение. Мы видим, здесь есть Industrial, Landscapes, то есть какие-то разные вот roadways, ну и прочие. Ну, к примеру, я возьму Fantasy. Дальше, когда мы выпадаем сюда, здесь у нас все ассеты, и сразу видно, что указаны цены. Если мы не способны пока платить, а мы делаем прототип, естественно, нет смысла платить. Поэтому выбираем цену 0 из раздела Price, еще раз показываю. Просто этот торчажок ставим 0 и нажимаем Apply. Теперь у нас появляется список тех ассетов, которые абсолютно бесплатны, и мы видим небольшие превью. То есть, в принципе, это нам уже знакомо. Ну, например, меня заинтересовала вот эта вот локация, я ее выбираю. И сейчас на сайте я покажу, как можно посмотреть, что в этом ассете существует. Как просмотреть, что нам нравится. Ну, во-первых, есть превью. Мы можем просто посмотреть картинки, если нас заинтересовало это. Предположим, мне нравится. Мы можем также открыть Package Contents. И в отличие от старого интерфейса, где сразу выводился весь список того, что есть, мы можем только видеть общий размер. Вот 14 мегабайт, а не так уж много как раз хорошо, и количество файлов 122. Если мы нажмем Package Preview, то у нас открывается окошко, в котором мы можем увидеть все объекты, которые здесь у нас представлены, пролистать. Мы не будем сейчас это делать. Единственное, на что я обращу внимание, это на то, что вот этот список, он подгружается. И когда мы используем готовые ассеты, то лучше всего смотреть, чтобы у нас была сцена. Вот есть папка сцены, и вот есть сцена демо. Вот эту сцену мы с вами будем загружать. Можно также посмотреть, какие поддерживаются версии Unity. Вот здесь написано 5.6.3 или выше. У меня версия Unity 2017.2, и я очень надеюсь, что все пройдет успешно. Ну и, наконец, релизы, когда вышла последняя версия, когда появился этот проект. Вот 30 декабря, а последняя обновленная 15 марта 2018 года. То есть, в принципе, достаточно свежий ассет. Для того, чтобы полноценно пользоваться Asset Store и синхронизироваться с Unity, я уже Unity запустила, создала новый проект. Не буду показывать, как это делать. Это было в первых видео. На сайте нам желательно быть уже залогиненным, то есть нужно войти. Давайте прямо сейчас это сделаем. Естественно, вводим свой логин и пароль, который мы создавали при регистрации на сайте. Я уже зарегистрирована на сайте, я использую свои логины и пароль. И после того, как мы вошли на сайт, у нас появляется иконка аккаунта, различные дополнительные инструменты. Мы их рассматривать не будем, но сейчас мы нажмем на кнопку Add to My Assets. И у нас появляется приглашение открыть сразу этот ассет в Unity. Open in Unity. Мы попадаем в Unity и здесь же загружается страничка, которую мы видели на сайте. В принципе, тот поиск, который я выполняла на сайте, можно было производить в вкладке Asset Store, которую можно найти из меню Windows, если она не открыта, Asset Store. И здесь сделать то же самое, что я только что делала на сайте. Здесь появляются какие-то дополнительные всплывающие окна, они иногда мешают. Но сейчас мы постараемся загрузить этот пэкедж. Итак, вот он у нас здесь открылся. У меня, к сожалению, окошко небольшое, поэтому мне приходится пролистывать. Но если окошко больше, то справа у нас появляется кнопка Download. Либо она вот так вот внизу надо пролистнуть. Нажимаем Download. И наш ассет загружается. В зависимости от размера это может занять больше или меньше времени. После загрузки появляется кнопка Import. Иногда бывает, что сразу Import. Нажимаем. И теперь мы знаем уже это окно Import. Снова нажимаем на кнопку Import. После этого все у нас будет здесь в папке Assets. Окошечко Project. Чем больше проект, тем дольше приходится ждать. Но здесь у нас проект не очень большой, а бывает несколько сотен мегабайт. И даже гигабайты. Но это уже, конечно же, платные ассеты. Итак, все загрузилось. У меня появилась папка с одноименным названием. Сейчас я покажу. Вот она. Название нашего проекта. Ну и для того, чтобы... Если у нас здесь уже много папок ориентироваться, тоже сейчас покажу. Когда мы рассматриваем Package Content, нажимаем на вот эту кнопку. У нас здесь тоже в... Так, сразу мне показывает эту бочку. Сейчас я на сайте посмотрю. Закроем это окошко. Вот здесь, вот это вот головная папка, главная папка. То есть мы ее получим в окне Projects нашей папки Assets в Unity. Вот она. Название нашего проекта. Иногда оно не совсем совпадает с названием, поэтому приходится смотреть здесь, чтобы не запутаться. Итак, мы посмотрели, что у нас есть пример сцены, и мы можем эту сцену загрузить. Открыть точнее. Не забываем, что сцена у нас открывается в окошке сцен. И вот наша замечательная сцена. Такая вот интересная деревушка, в которую в следующем видео мы добавим персонажа. И здесь мы видим, что в этой сцене нет ни одной камеры. Но, возможно, когда мы добавим персонажа, камера у нас появится. Не будем торопиться. Встретимся к следующим видео.